Эти вспышки в основном, с частью, распространяются по нормали, к плоскости клиптики. Плоскость клиптики — это та плоскость, в которой земной шаг вращается вокруг Солнца. Но бывают вспышки и влежащие плоскости клиптики. Значит, повторю, что всё, что я говорю, это, в общем-то, известные науки вещи. Просто вот я их собрал вместе и вам показываю, чтобы обсудить вопросы защиты от этих угроз. Нет-нет, пожалуйста, оставьте старые условия. Вспышки на Солнце, вот такие уничтожающие жизнь на Земле, происходят где-то в среднем раз в несколько десятков тысяч лет. И любую угрозу, периодичность её можно оценить легко по этой таблице, просто поставив номер угрозы в показатель степени десяти. То есть, скажем, вспышки на Солнце — 10 в четвёртой степени лет, вероятность повторения. Глобальный суицид — 10 в третьей степени лет. Ну, с какой-то погрешностью довольно большой, примерно, к русскому садику. Пятая угроза — это изменение геомагнитного поля. Ну, если геомагнитное поле спадёт даже резко, а не только переполюсуется, чего все ждут, потому что оно за последние 200 лет два раза упало, то произойдёт такая деформация поверхности Земли. У нас очень много магнитных веществ, железа в основном, в земном шаре и в коре земного шара. И всё это, конечно, сыграет немедленно. И будет то, что называется глобальным землетрясением. Глобальное землетрясение идёт в шестой строчке таблицы — всемирное землетрясение. Седьмая строчка. Значит, не то, что сейчас в Японии, а это по всему земному шару одновременно. Вот, если вы это представили, тогда, значит, такой апокалипсис картиновской литрической страны будет соответствовать вот этим вещам. Всемирный поток — седьмой номер. Восьмой номер — вулканическая зима. У нас масса вулканов на земном шаре, и некоторые извергаются во время от времени. Так вот, может быть, да, какие извержения могут быть, когда у вас тучи, пепла, а их вулкан, вот, крокотал, например, выкидывал где-то лет сто назад. Ну, недавно, вот, в Исландии маленький вулканишко там выбрисовал тучу пепла и ставьте самолеты или так, это не вручь. А вот если это будет по всему земному шару, то это будет неминуемое оледенение и, соответственно, гибель всего, что на поверхности, просто от голода. Называется, это вулканические зимой явления. Девятая причина — удар астероида и кометы. Об этом я сейчас подробнее расскажу, потому что угроза над нами нависает. Приход астероида Апофис ожидается в 1929 году, то есть осталось 17 лет, ну, по 17 лет ждать, когда он ударит по Земле, хотя вероятность не стопроцентная, что он ударит. Многие ученые считают, что она маленькая. Ну, даже если маленькая, то это тоже очень серьезно. Десятая угроза — это вспышка сверхновой. То есть это какая-то звезда, расположенная неподалеку от Солнца, проводит свою обычную стадию развития. А стадия развития звезд, ну, так, ступень, что-то звезды как бы прыгают. И наше Солнце, когда-нибудь, прыгнет, то есть перейдет в состояние, когда водород сгорает в термоядерных реакциях, в состояние, когда будет гореть гелий, потому что водород уже выглядел. И вот эти прыжки, вот такие вот, ну, это напоминает работу дизельного двигателя. Значит, силы гравитации после выгорания водорода сжимают оставшуюся массу звезды, пока не вспыхнет гелий. Когда он вспыхивает, я, конечно, очень кратко говорю, только гелий вспыхивает, то у вас происходит мощная вспышка, такая, когда называется, сверхновая. Естественно, она уничтожает все вокруг нее, потому что огромное количество вылетает и частицы, плазмы. Ну, Солнце ожидает такую вспышку через несколько миллиардов лет, а звезд вокруг Солнца очень много, и любая из них, если вспыхнет, проходя свою естественную стадию развития, принесет, вот просто выжигается атмосфера, пересдувается атмосфера, а если это будет поближе, то возможно и расплавление земной коры. Это ужасная катастрофа. Пока такие вспышки идут в большом числе, но на больших расстояниях. У нас в Галактике где-то 10 миллиардов звезд примерно, я так грубо говорю, 10 миллиардов звезд, то есть там где-то что-то вспыхивает, но, слава Богу, не у нас. Вероятность, это только десятая строчка моей таблички, значит, 10 десятых лет. То есть примерно 10 миллиардов лет. Через каждые 10 миллиардов лет вблизи отрезок стадии должна быть такая строчка. Таблицы эти составлены по данным, путем экстраполяции, по научным данным. То есть вы фиксируете любые землетрясения, регистрируете их магнитуду, строите на графике зависимость частоты такого рода явления от его мощности, мощности от частоты, и экстраполируете до такой мощности, когда у вас уничтожается на Земле все. Вот, поэтому каждая строчка, она повели меня по словам, таким экстраполяционным образом. Как спасаться? Ну вот, там столбиком написано в правой стороне таблицы, буквы, я их расшифрую по одной строчке, скажем, поверхности. БЛ, это блокировка метафизическая. Что такое метафизическая? Когда без нормалистики современной не обойтись. То есть физические методы, известные науке, бессильны в этом случае. Ну вот видите, ВМ написано против строчки массовой заразной болезни. Ну что имеется в виду? Простые вещи, например, молитва. Известно, что молитва может совершенно изменить состояние больного, вовлечить его полное выздоровление. Так что медики качают головами, не понимают, как это произошло. В таких случаях масса над этим овладеете явлением. Вот то, что непонятно, это метафизические методы блокировки угрозы. Когда она не происходит, она не трогает человека. Дальше блокировка физическая. Ну это понятно. В медицине это обычные лекарства, там операции хирургические и так далее. А вот, скажем, операции хирургические, это вариант, естественно, метафизической блокировки. А вот дальше, в этой же строчке верхней, ну это повторяются буквы всюду, идут буквы НЧ. НЧ это наосферный человек. Естественно, что если мы разобьем наши способности, а массу, тысячи случаев, когда люди проявляют совершенно необычные способности, ну, немножко вот там извлечения я уже сказал, и сверхпанимость, и сверхгениальность, и телекинез, и вот сегодня, как нам говорили, о явлении с полуторгейстием, вот в квартире появляются какие-то там вещи. Это все демонстрирует уже на протяжении веков. Многие такие явления изучаются. Но пока они непонятны. Значит, это вот такие способности. Ну, вот тут есть, считается, что связано с фокусировкой. Есть такой человек, который это вызывает, обычно подросток. То есть это опять относят многие, не все исследователи, но многие относят вот к таким сверханомальному способностям человека вызывать вокруг себя, все с другом. Ну, есть живой пример, вы имеете в виду Исаи Бавана, наверное, все слышали о нем. Человеку, который вот там на ладони сыпется пекел священный, который, судя, все собирает домов, сыпется и кольца драгоценные, еще иные, которые он обмечают. Вот одна моя знакомая, одна моя знакомая, сказать, не моя, а моей жены знакомая, она лично присутствовала, она была работником посольства со своим мужем на приеме, где Саи Бава ей вручила розу, которая возникла просто при разжимании им пальцев. Роза. Он ее вручил этой женщине. Так что таких примеров очень много, и это все не вызывает никаких сомнений в существовании таких эффектов. Но наука этого не знает, поэтому вот эти все наосферные человека, и еще там рядом ХЛ, это космический лист, одно из средств спасения человечества, это и то, о чем говорил Царковский и многие другие деятели. Это уход в космос, надо расселяться в космосе. Если Земля такая для нас ненадежная, колыбелька, вот мы на ней родились, выросли, и хватит, пора знак совести, удаляйтесь, осваивайте другие планеты, другие звездные системы. Поэтому космический лист – это средство, которое сейчас еще не созданное, я не буду сказать чуть позже, но это средство доставки грузов и людей в космос, создание тех самых асферных городов, о которых мечтал Царковский, потому что с помощью обычных ракет, ракетной техники современной, это все страшно, долго и практически невозможно делать. На ракетах можно посылать небольшие грузы сравнительно, на небольшие расстояния. Почему? Потому что ракета не столько везет грузы, сколько она везет топливо, необходимые для разгона. Это крайне невыгодная вещь. Вот космический лист решает эту проблему. Я в конце доклада скажу, что это такое, покажу так. И последнее, ГАУ, выделено белым. Вот если вы посмотрите на эту табличку, то это средство спросения относится к 70% всех опасностей, неминуемых. Когда они произойдут, мы не знаем, но они могут и завтра произойти, и сегодня вечером, а может быть уже происходят, а может быть через 100 лет что-то из этого произойдет. Причем список-то это не закончен. 10 штук, это я так для ровного счета, можно и больше привалить. Так вот, ГАУ, это гигантское аэролубежище, или гигантский аэростат с твердотельной оболочкой, в котором может переселяться огромное количество людей, вплоть до всего человечества в одном аэростате. Ну, я все это считаю, это все элементарно, может каждый посчитать, имеющий инженерные навыки человек. Так вот, если вы переселились в аэростаты, для начала, прежде чем сортовать в космос, то вам не страшны 70% угроз. Ну, к сожалению, не могу эту тему дальше развивать, но понятно же, что, например, землетрясение для вас не беда. Если вы уйдете от удара стероида, этот аэростат может двигаться по поверхности Люми, то тоже вы будете спасены, и так далее. Следующая страничка. Ну вот, ближайшая угроза, которая нас ждет 13 апреля, это будет пятница с 2029 года, до нее осталось совсем немного времени, сейчас уже люди обеспокоены этой угрозой, приход, прилет на Землю, вот такого, каменюки такой, напоминающий дьявольскую физиономию, где-то длина этой каменюки около 500 метров, масса миллиона тонн составляет, скорость обычная космическая, порядка 50 км в секунду, удара Землю, пробивается земная кора, и наступают все те удовольствия, в кавычках, о которых я говорил, это и всемирные землетрясения, всемирные наводнения, вулканическая зима, и все что угодно. Ну а там всякие болезни, естественно, и в общем будет очень плохо. Астероид называется Апочисом, Апочис это древнегреческий бог Апор, ну так принято называть астероиды по имени греческих богов, вернее египетских, древнегреческий бог Апор, это бог, который в виде змеи, вот он слева, а справа, видимо, Асиев стоит, это египетский Иисус Христос, а слева вот этот бог, это в виде змеинки, это все неспроста, а сейчас вот в конце доклада вы увидите, что змея, вот некое такое длинное существо, опять же нам космос, если угодно, или наосфера, можно сказать, делает свои знаки, как нам дальше поступать, ну таких астероидов четыре с половиной тысячи открытых на сегодняшний день, вот только это, они маленькие падают непрерывно на Землю, тоннами в сутки, а вот большие бывают редко, и вот ближайший большой будет как раз 11 апреля 29-го года. Интересно то, что он пройдет в зоне геостационарной орбиты, то есть там, где находятся спутники, которые вещают на Землю, телевизионные программы и всякую прочую информацию, эти спутники на геоцентрической орбите обладают тем свойством, потому что они висят над одной и той же точкой Земли, каждый из них висит над определенной точкой, и вращаются вместе с Землей, то есть той же угловой скоростью, с какой вращается земной шар. Поэтому, если бы его оба видели этот спутник глазами, то вы бы видели, что он у вас всегда в одном месте над головой висит, вот, это геостационарная орбита, но это очень большое расстояние, около 36 тысяч, тысяч километров, то есть примерно 6 земных радиусов от земли. Люди это освоили, и вот эту геостационарную орбиту, то есть где-то примерно 36 тысяч километров над поверхностью, наверняка заденет опозис в 29-м году. А ударит ли он в Землю, это еще большой вопрос. Но не ударит в 29-м году, может ударить в 36-м году. Это уже почти 100% невероятно. Следующий слайд. вот на этом слайде показано, куда ударит опозис в 2036-м году. Значит, осталось, отнимаем 11 лет, осталось 25 лет. Дай Бог, дай Бог успеть с ним справиться. отнимаем на трибуны, я назывался около 500 миллионов. масса масса по разным оценкам до 50-ти миллионов тонн. километров. Ну вот, зона, куда он ударит, уже рассчитана с точностью до 50-ти, по-моему, километров. боюсь ошибиться, но может быть 50 даже метров. Нет, 50-ти километров. надо. Ну вот видите, куда он ударит. Либо наша Сибирь, либо Тихий океан, либо Атлантический океан. И куда бы он не ударил, как говорится, мало не погадится. Волна цунами может достигать по разным оценкам, от 20-ти метров до 200 примерно, а некоторые даже цифру в 2-ти километра называют. То есть это гораздо больше, чем было то, что в Японии где-то метр четыре. И это смоет просто континенты. То есть все города расположенные у океана будут смыны. Ну а уже дальше там механическая зима, болезни, всемирные землетрясения при ударе. Это все само собой. Следующий слайд. Как спастись? Ну вот я говорил про Гау. Гау это гигантский аэростат. Вот он здесь справа показан таким беленьким. Значит это просто аэростат с твердой оболочкой. Твердая оболочка сама по себе является жилищем для человечества. Расчеты показывают что это очень хорошее жилище. Оказывается вообще города надо строить не так безобразно как их сейчас строить со всеми этими пробками километрами труб, километрами дорог. Можно построить город очень компактным вот в такого рода сфероиде. Это тело называется сфероидом. И люди могут там жить, и птички будут щебетать, и все это все можно устроить. И наверное это и следующее слайд. Ну вот здесь показано три типа этих самых аэростатов гигантских гаун в виде летающей тарелки. Это первый, видимо надо строить опытный экземпляр. Я даже так условно его по себе называю олигарх, тип олигарх, потому что олигархи должны на них наверное жить, они уложат деньги, особенно японские олигархи, которым совсем не сладко жить, внизу там в своих апартаментах небоскребах. Так вот убегать от землетречений не надо. вот там в центре всюду такие вот желтенькие кружочки с таким солнышком, это ядерно-энергетическая установка. Вообще АЭС надо строить для безопасности конечно на земле, вот все мы с этой фукусимой, которые там все три блоки у нее сейчас в аварийном состоянии, это японская атомная станция, надо их строить в этих аэростатах и они будут питать население города энергией, вот такого питающего воздушного города энергии и будут в полной безопасности от землетречений, цунами и всего прочего, потому что такой аэростат может питать на высоте по-моему лучшая высота это 2 километра, дальше выше там радиационная нагрузка большая, это снижая атмосфера уменьшается с подъемом вверх, а ниже всякие опасности. Следующий слайд это свойство атмосферы, которые хорошо изучены на разных высотах, вот на крейсерской высоте скажем 5 километров над землей ну где-то минус 17 градусов температура в среднем атмосферы, так что надо делать конечно там источник энергии внутри. И пожалуйста следующий слайд, я это просто показываю, что то, что я говорю это не фантазии вот такие, а это межнервный расчет может быть сделан. Вот показаны крупные строительные гиганты, то что уже построено, то есть человечество вполне по зубам такого рода аэростаты, во Франции есть мост, который мало кто знает, у него высота 343 метра, вот если вы посмотрите, там слева поставлена для сравнения эфирево-башня, вот она между двумя белыми такими столбами, видите, она примерно равна высоте этого моста, а внизу стоит бейк-бэн, который для сравнения, то есть люди делают такие вещи, даже особенно о них никто и не знает, это чтобы парижане легко могли к морю уезжать, сделали такое сооружение гигантское, а вот это вот небоскрёб в Дубае, высота 819 метров, 190 этажей, вот, он уже почти построен, видите, по лицу в верхних этажах, километр, 800 с лишним метров высота, поэтому сделать аэростат высотой, скажем, буквально километра не является особо сложной технической задачей, было бы желание или, как у нас сейчас говорят, была бы политическая воля, следующий слайд, башня рухнет, а аэростат будет спокойно летать, в этом пределах, я просто показываю, что люди вот это делают, вот, ну, какие материалы, материалы сейчас замечательные есть, я предлагаю армированное пеностекло, оно, кстати, есть в продаже, недовольно стоит, это замечательный экологически чистый материал, это вспененное стекло, легкий, как дерево пелится, там, режется, по нему можно ходить, водостойкий, ну, и так далее, никаких, как это, вот, там, лишняя теплоизоляция, там, органическая, никаких не дает вреду испарений, его не едят мыши, это стекло, в общем, прекрасный материал, уже освоен, и вот углеродные нанотрубки, это еще, как говорится, материал осваивается, но у него гигантские нагрузки он выдерживает, вот эта нить тонкая, вот там, что нарисована, решетка, если вы видите, это многослойная, трехслойная углеродная нить, они бывают однослойные, многослойные, вот она выдерживает 7 тонн на квадратный миллиметр, это примерно в 100 раз прочнее стапель, и угодно, то есть, вот такие материалы уже созданы, естественно, для чего я говорю это? Пожалуйста, следующий слайд. Ну, а материал чуть позже, а вот источник энергии, солнечная энергия, при такой гигантской площади, этого летающего над облаками воздушного замка, естественно, надо использовать солнечную энергию, там уже облачности нет, вы выкладываете пленкой полупроводниковой, которая вырабатывает энергию, и у вас все это работает прекрасно. Атомная энергия, я о ней уже говорил, конечно, вообще-то энергии установки строить на воздушных шарах, чтобы их не могли победить землетрясение. И энергия океанский прилив может использоваться, потому что вы всегда можете заякорить этот аэростат от прилива над мощным течением, например, и там поставить аэростанцию, которая будет питать по проводам шара. геодермальные энергии. Пожалуйста, следующий слайд. решаются проблемы, они здесь перечислены, которые давно людей волнуют. но прежде всего это социальные проблемы, демографические проблемы. У нас же жильем вечное, как говорится, вечное безобразие. Негде жить молодежи, например. Раньше там женился сын, ему деревня раз, построил за пару дней с двух или там мазом на Украине строился. А сейчас нет демидеваций. У нас земли и лес полно. Вот, полно. я думаю, там хоть звери живут, а людям пора матушку землю покидать. Особенно японцам, у которых земли мало, а океан рядом большой. Вот летали бы себе или на якоре зависали в океан. В общем, все проблемы, ну не все, но многие могут быть решены. Пожалуйста, переселение вот в эти гауссы. Следующий слайд. А вот самый интересный, на мой взгляд, как раз я говорил о выходе в космос человека, я вспоминаю Циолковского, это то, что гаум может быть сделан полностью автономным. То есть он может ничего не потреблять. Если эту задачу сразу поставить при проектировании такого рода аэростатов, она может быть решена. Как вот это решается на подводных лодках, космических зондах, кораблях, это проблема. Каждый атом должен быть пристроен. Если у вас есть энергия, то вы в принципе можете создавать и пищу, и все что угодно, перерабатывая разными способами, с помощью бактерий, с помощью растений, в которых там может быть тьма на этих гаус, естественно, растений. Я уже говорил про птичек, которые там щебечут. Все это может быть использовано, и поэтому вот такой зонд автономный, он может потом выйти в космос совершенно спокойно. Летая на высотах в километры, там тоже давление низкое, поэтому уже и вакуум космический не страшен, и космический холод не страшен, и воздействие радиации не страшно, потому что степло, очень стойкий материал. Следующий слайд. Ну вот, я заканчиваю этот предпоследний слайд. Предложение. К сожалению, значит, компьютер здешний как-то все искорзил немножко, ну что, первый пункт, что надо делать, и я бы обратился к собранию, собравшимся здесь с просьбой как-то вот эту программу, она из трех пунктов состоит, как-то ее пытаться профишировать, потому что по сей день ну я не вижу никаких таких вот движений в сторону спасения человечества. Ну вот, это сегодня в Японии было, ну погибло сейчас более десяти тысяч, наверное, тысяч пятьдесят, на самом деле, погибло. Ну и что люди скажут? Это же где-то в Японии, подумаешь, 50 тысяч, нас там семь миллионов. Вот в Китае погибло три миллиона где-то в 33-м году ничего, все уже об этом забудут, от наводнения погибло, Банглодеш два миллиона погибло, все уже забыли об этом. Привыкли как-то к таким вещам. Но то, о чем я говорю, эти десять опасностей, это такие опасности, которые никого не оставить в жизни. Такой уже земля переживал. Так вот, первое, начать строительство гигантских аэроубежищ. Да он сам поднимется. Уже при строительстве, вот если вы должны грузы, когда строите небоскрёб, поднимать наверх, скажем, краном, то тут вы этого не надо делать. Вы можете снизу начинать его строить, а поскольку у него подъемная сила сразу задается, ну так, как в дирижатках, мешками с гелием, например, или с водородом, то он сам поднимается, даже нагрузки не меняются, он стал высотой там в 7 километров, допустим, 2000 этажей на 3 миллиона я раздаю. А нагрузка внизу слабая, вы можете на платформу железнодорожную в таких, в общем-то, начать строить, или так и будете строить. На все человечество не надо, вдруг что случится, лучше на все человечество штук 100 сделать, я так думаю. просто миллион людей это вот 2 на 4 километра высотой, 4 диаметра, такой спироидальный, он на 10 миллионов совершенно спокойно, причем жилая норма там будет больше, чем в Москве сейчас. по льготам будет жить в нормальных хороших условиях, в оболочке этого гиганта. Так, ну вот это вот, что тут, второе предложение, то есть первое это аэростат, второе предложение, с облаченцем что делать, много чего я читал, как, что с ним делать, либо уничтожить, раздробить, отклонить, все очень опасно, потому что вы его сегодня отклонили, а он к вам дальше в несколько лет прилетел, опять удалил, разрушили, он прилетел, осколки прилетели и ударили. Вот. Так надо его не разрушать и не отклонять, а его надо посадить на геостационарную орбиту, то есть на те самые, на те самые 36 тысяч примерно километров от Земли. И пусть он там сидит, вращаясь вместе с земным шаром с той же угловой скоростью на этой высоте, как сидят там геостационарные споры. И мы тогда его, люди, сможем использовать как средство для строительства космического лифта. А что-то, это очень простая, космический лифт. Вы опускаете трос до Земли, сейчас вся проблема, что длина этого троса такова, что любой трос стальной оборвется под собственной тяжестью, 36 тысяч километров. Но если это трос из нанотрубок, то это вполне реальные инженерные задачи. В Соединенных Штатах уже несколько лет не только идут поисковые работы, интенсивные, в этом направлении. Уже созданные образцы троса, небольшие, правда. Там премии выдают тем, кто этим занимается. Значит, вот эта штука называется космический лифт. Вы подтягиваете груз на вот этой опоры, там станции может размещаться, голубеньким показано, постоянное. Подтягиваете груз, и потом эта ракета стартует. Там достаточно рукой ее толкнуть, чтобы она улетела в космос. Поэтому выброс грузов в космос уже не будет являться големой, ни экологической, как сейчас с ракетами происходит, ни инженерной, ни экономической. Следующий, последний слайд. Так, ну, кстати, а, хорошо. А вот третье, это уж совсем просто. У нас все это, мы долго носились с вами, с национальной программы. Вот национальной программой должно быть воспитание иноосферно-мыслящего человека, иноосферного человека. Когда необычные особенности человека не отбрасываются на улыбку, а наоборот изучаются, и во всяком случае детям в школе уже о них рассказывают. Потому что, что для студентов, для детей, юношей, что самое главное, это чтобы перспектива была, чтобы был круг задач, которые не решены никем, а вот они и их эти задачи решат. Тогда им интересно учиться и так дальше. Так вот проблема, чтобы человек стал жителем наосферы, а наосфера переводится с греческого «хатнус», это ум, разум, и сфера, сфера разума. Ну, вот здесь основоположники этого дела показаны. Я не буду даже их фамилии называть, кто не знает, но ладно. А вот сверху нарисован некий космический аппарат. Это аппарат Кеплер, запущенный два года назад в Америке, 7 марта 2009 года, его запустили, который уже на сегодняшний день имеет в своих закромах тысячу, примерно, 137, по-моему, планет, типа Земли, открытых около других звезд. Значит, аппарат регистрирует звезды по планетам, планетам, так сказать, мерцанию звезды, когда планета проходит мимо звезды, то свет она немножко с собой загораживает. Вот эти вспышки, которые составляют доли процента от света звезды, в шумах все эти сигналы сидят там, что звезда живет своей жизнью, пробирается, выбрасывает пятна всякие. И вот, тем не менее, устанавливают две вспышки, когда планета с одной стороны, когда подходит к другой, тогда она как зеркало дает еще вспышку света на землю. И это устанавливается чувствительнейшей аппаратурой этого Кеплера. Вот портрет ученого Кеплера слева, через слово называется Кеплер. И сейчас таких более тысячи. То есть мы с вами живем в эпоху, когда совершенно необычная ситуация. До этого всегда наложников глушили, всякие, говорят, что земля уникального, только жизнь здесь. А оказывается, нет, уже открыто тысяч таких. А всего предполагают те, кто в этом проекте участвуют, американцы, около около двухсот миллионов подобных земле планет с нашей одной, только галактики или с другой галактики. И сейчас встает вопрос перед наукой. А где же инопланетяне? Ну, я не верю, тут редкий случай, когда там кто-то. Ну, лично мне кажется, что они сидят внутри нас. На них управляют. Ну, называется это духами, душами, там, как угодно. Вот. Ну, об этом громко не надо, это такая просто гипотеза. Вот. Но они должны быть, потому что цивилизации развиваются по-разному. если люди не шевелятся, ну, жители других цивилизаций уничтожают собственные планеты. Как мусор такой, естественно, отборки. Если они не шевелятся, они осваивают просто. Поэтому должно быть уже цивилизации должны быть вокруг нас, может быть, даже внутри нас. И вот такая сейчас ситуация. Поэтому я бы хотел подчеркнуть, что современная наука вышла, сейчас прямо вышла, мало кто знает, был только первый сброс информации в интернете по этому самому Кеплеру. Американцы выдают порциями то, что он накопил. Вот следующий сброс будет в июне этого года. Он летает уже два года, а только за полгода примерно сбросили информация. Поэтому очень интересные могут быть открытия, связанные с планетами около других звезд. Ну а для нас вот такая проблема. НЛО в существовании цивилизации приобретает новый острый такой аромат. АПЛОДИСМЕНТЫ